В своих книгах я постарался выяснить причины революции, войн, кризисов. И, знаете, удивительным образом все эти события оказываются между собой самым теснейшим образом переплетены. Таким образом, разобравшись в причинах Октябрьской революции, в том, кто вооружил, привел к власти Гитлера, кто дал ему экономические и политические ресурсы для развязывания Второй мировой войны, на самом деле можно очень неплохо начать ориентироваться в сегодняшней политической ситуации. Потому что ничего нового под этим солнцем не происходит. Те же самые политические силы, те же самые геополитические цели, те же самые методы иногда буквально с точностью до запятой повторяются. И поэтому очень важно изучать историю для того, чтобы понимать не только настоящее, но и смело смотреть в будущее и иметь возможность его анализировать. Потому что, как известно, предупрежденный вооружен. А что может быть лучше, чем предупреждение о событиях, которые уже состоялись, чьи последствия нам уже понятны, чьи результаты нам уже совершенно очевидны. Ведь всегда нам в жизни тяжело анализировать те события, участниками которых мы являемся непосредственно. Потому что непонятно, чем закончится, большой поток информации. И только единственный лекарь время дает возможность совершенно спокойно и объективно взглянуть на ту или иную ситуацию. Отправная точка проблем народов, населявших Российскую империю, это февральская революция 1917 года. Это можно сказать совершенно точно. Именно в этот момент крушения нашей общей государственности были заложены те многочисленные мины, которые потом с определенной периодичностью взорвались в истории и которые взрываются до сих пор. Февральская революция, следом за ней произошла Октябрьская революция. И поэтому так важно разобраться, кто же нам в кавычках удружил, кто же помог организовать эти серьезные геополитические потрясения и какие цели преследовали организаторы этих серьезнейших технологических сдвигов политической системы Российской империи. На начало 20 века сверхдержавы мира продолжали его активно делить. На определенном этапе этот дележ планеты подошел к концу. Кто был на тот момент основными игроками на планете? Великобритания, Россия, Германия, Австро-Венгрия, Турция, ну еще целый ряд держав помельче. Для того, чтобы мир было удобнее делить, были образованы военно-политические блоки. Поэтому любое экономическое и политическое событие в тогдашнем мире нужно обязательно смотреть с точки зрения интересов противоборствующих держав на тогдашней политической карте. Соответственно, возникает вопрос, кому была выгодна революция в России? Тем, кто хотел устранить Россию как своего геополитического конкурента. Точно так же в 1991 году кому было выгодно крушение Советского Союза? Его геополитическим конкурентом. Совершенно очевидно. И русский народ, и все другие народы, которые населяли Российскую империю, на самом деле стали жертвами революции, которую организовали нам наши англосаксонские друзья. Инструмент революции всегда один и тот же. Это революционеры, финансируемые за рубежа. Кстати, вот именно в 2012-2011 году об этом стало говорить значительно проще. Почему? Потому что мы сейчас точно такой же процесс организации революции извне путем оплаты, спонсирования, поддержки, вооруженной поддержки, информационной, какой угодно, революционеров видим на Ближнем Востоке. В Сирии, в Ливии, в Египте оппозиционеры получают поддержку из-за границы, получают поддержку информационную, денежную, вооруженную и так далее. И поэтому, если вы посмотрите, каким оружием вооружены сирийские боевики сегодня, понятно, что они вооружены новейшими образцами американского, британского, французского, израильского оружия. Борьба государства с государством – это очень дорогостоящее дело. Давайте вспомним Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Экономики тотально разрушены, миллионные жертвы среди населения. Это колоссальное кровопускание для любого государственного механизма. А что такое помощь революционерам? Это значительно небольшие деньги, небольшая стоимость оружия, которая как микробы впрыскивается в государственный организм страны-соперника, и страна начинает пожирать сама себя. Поэтому революция Октябрьская, 1991 год, сегодняшние события на Ближнем Востоке – это все различные варианты одного и того же действия геополитических соперников России по нейтрализации нашей державы. На Ближнем Востоке, конечно же, они сегодня борются не с Россией, но они решают свои тактические задачи для того, чтобы решить задачу стратегическую – организацию крупной войны в мировом масштабе, которая позволит списать колоссальные государственные долги так называемых цивилизованных развитых государств, перезагрузить их экономики, и снова начать запуск печатной машинки, которая сегодня уже совершенно очевидно довела экономике европейских стран и США практически до ручки. И Первая, и Вторая мировая война являлись ступенями англосаксонского мира к владению надпланетой. И сейчас наши англосаксонские друзья сеют хаос на Ближнем Востоке для того, чтобы там построить такого коллективного Гитлера, и он начал Третью мировую войну. И эта война, к сожалению, вероятнее всего будет, потому что человечеству не удалось ни Первую мировую предотвратить, ни Вторую мировую. С этим надо бороться, надо пытаться мешать им. Именно поэтому Россия сейчас активно помогает сирии. То же самое делает Китай, потому что это последовательные шаги к войне, то, что делает Запад. Это вот сейчас 31-й год. Вот для того, чтобы началась война, нужно сделать ряд шагов. Привезти к власти Гитлера, дальше разрешить ему ввести в войску обязанность, которой не было, дальше дать ему кредиты на вооружение армии, потом начать ему бояться-бояться, когда у него еще армии нет, сдать ему Австрию, сдать ему Чехословакию, сдать ему Польшу, все ему сдавать для того, чтобы подвинуть его к границам России и заставить его с русскими воевать. Вот то же самое, только в виде некого исламского фундаменталистского Гитлера, они делают сейчас на Ближнем Востоке. Вы просите меня, чтобы я вам планы генерального штаба Соединенных Штатов Америки, Аль-Каиды, тут коротенько так набросал. Я могу рассказать свое видение и понимание ситуации, оно, кстати, совпадает с видением многих политологов России. Создается очаг нестабильности на основе исламского фундаментализма. Дальше эта нестабильность, этот фундаментализм начинает транслироваться через Афганистан, а тут, о чудо, как раз американцы из Афганистана уходят. Рядом Пакистан, в котором фундаменталистов тоже можно на экспорт отправлять. Две эти страны начинают становиться их базой, и дальше куда они двигаются? Посмотрите на карту. Средняя Азия. Там вдруг начали расти террористические движения, там появились исламистские какие-то группировки. А Средняя Азия это как раз под брюшья и России, и Китая. То есть будет возможность устроить исламские революции, но они, по крайней мере, хотят. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Дальше нанести удар по Китаю, там есть уйгурский автономный угроб, населенный мусульманами. Ну а в России большое количество мусульман, поэтому они попытаются деньгами, информационной какой-то поддержкой, оружием подпитать группировки, которые существуют на Кавказе. То есть устроить внутренние проблемы в России и Китае. Вот что им нужно. То есть тот же самый вариант 1917-1905 года. Вид сбоку. Ничего нового. Вот просто одна и та же методичка. Только флаг другой. Если в начале 20 века все это осуществлялось под флагом социал-демократии, борьбы за права трудящихся, в середине 20 века под флагом нацизма и фашизма, то сейчас под флагом исламизма. А цели одни и те же. Ничего нового. Финансово-ориентированная экономика себя исчерпала. 20 лет. С ней никто не борется, вы видите, что она тихо загибается. Долги астрономические, в дело вступает уже математика. Долги на долги сумасшедшие. Надо что-то с этим делать. Решают те, кто всю эту систему придумал. И думают, как? Жить по средствам? Ну что вы, это невозможно. Значит, вспоминаем старые добрые средства. У нас что остается? Революции и войны. Все. Курс на организацию мировой войны взят. Это уже видно. Вот давайте иметь мужество сказать это себе. Они это дело начали делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова mouth. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...